Великому посту предшествуют три подготовительные недели по церковно-славянскому воскресенье. Уже прошла неделя о мытаре и фарисее. Предстоящий воскресный день будет называться неделей о блудном сыне. В этот день рассказывается притча, в которой сын, получив долю от богатств отца, прогулял ее. Но, осознав свой грех, он пришел к отцу с покаянием. Отец, увидев прозревшее чадо, обрадовался и простил его. Опять это образ нас, грешных людей, когда мы своими грехами отходим от Бога, уходим на страну далечую, просаживаем и свое здоровье, и свои какие-то возможности, и таланты. Но если вдруг коснулось наше сердце покаяния, мы бежим, или хотя бы спотыкаясь, или сначала на четвереньках, мы пытаемся встать и вернуться опять к своему Творцу и искупителю Богу. Следующий воскресный день неделя о страшном суде предваряет Масленичную Седмицу, когда церковь рекомендует верующим отказаться от мясной пищи. Господь нам дает образ будущего страшного суда, как будет человечество после окончания всего земного существования делиться на те, которые с правой стороны от Бога, это праведники, и с левой стороны, это те, которые не раскаяны, грешники. И вот Господь опять нам напоминает, есть у вас время покаяния, вот завтра что у меня начинается, давайте будем каяться. Также за неделю до начала поста церковь призывает воздержаться от посещения массовых увеселительных мероприятий. На Масленичной Седмице не производится и венчание. В эти дни принято посещать родственников, друзей и просто знакомых, чтобы в том числе попросить у них прощения перед Великим постом. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.